Ключевые центробанки меняют курс. После крайне агрессивных ужесточений монетарные власти меняют риторику. Федрезерв и Европейский центральный банк уже дали понять, что с повышением ставок покончено. Но Великобритании решили выделиться. Банк Англии преподнес неожиданный сюрприз в виде итогов заседания правления, в ходе которого было принято решение оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне. Дело в том, что до этого и Европейский центральный банк и Федеральная резервная система, также оставившие свои процентные ставки неизменными, явно намекнули на постепенное смягчение своих монетарных политик в обозримом будущем. А вот в британском регуляторе сразу трое из 12 членов правления высказались за повышение ставки рефинансирования. И ни одного голоса не было отдано за ее снижение. Получается, что Банк Англии сохраняет возможность дальнейшего роста процентных ставок. И по сути дела говорит об этом прямым текстом, что, конечно, удивило участников рынка, но в итоге привело к росту фунта. И за последние пять торговых дней фунт по отношению к доллару уже набрал около 75 пунктов в свою пользу. Тем не менее на графике мы все еще наблюдаем движения в границах прежнего диапазона. Открывать новые сделки на рынке пока все-таки необоснованно, учитывая низкую волатильность торгов. Сегодня для трейдеров будет все зависеть от содержания доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Сам же уровень безработицы должен остаться неизменным. А вот вне сельского хозяйства может быть создано всего лишь 190 тысяч новых рабочих мест. И это еще самый оптимистичный прогноз. И этого количества недостаточно для дальнейшего поддержания стабильности рынка труда. Иными словами, возрастает потенциал дальнейшего роста уровня безработицы, причем уже в ближайшем будущем, что, естественно, будет играть против доллара. Ну и тут на графике мы пока видим боковик. Хотя оптимисты могут заметить слабый наклон трендовой линии в пользу восходящего движения. Настораживает то, что в течение этой недели, когда был довольно большой массив важных макроэкономических публикаций, котировка так и не вырвалась за пределы прежнего диапазона. Возможно, данные по занятости в Соединенных Штатах принесут сюрприз, а может быть и нет. Так что единственное, что остается инвесторам сегодня – это ждать публикации, а потом наблюдать за действиями спекулянтов и анализировать дальнейшие ходы для построения своей прибыльной торговой стратегии. А на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Вы смотрели новости на информационном канале группы компаний ИнстаФорекс. И с вами была я, Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. Я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok